здравствуйте когда-то у нас был период когда мы собирали тиросиновые лампы но в основном собирал супруга я так по ход пьесы сейчас большая часть этих ламп лежит по ящикам я даже не знаю где насколько я помню часть этих ламп самые интересные моя супруга раздала знакомым вот я тут я совершенно неожиданно обнаружил на полке стоят две керосиновые лампы из франции историю которых покупки я так сказать достаточно хорошо помню значит а история была такая мы с моим другу мало нам целый день бродили по вашим рынкам с утра на один потом после обед на другой но так толком и ничего не купили остались без лова ничего нам не приглянулась и тогда он сказал что где-то в предместьях парижа он знает еще один влашиный рынок и мы рванули туда время уже поджимало дело шло к закрытию мы туда приехали быстро побежали я увидел вот эти две лампы вот ну и начал торговаться я уж не помню там какую цену мне выставили но это цена мне не уж меня не устроил я отвернулся и ушел вот через некоторое время ко мне подходит супруга алана моего приятеля и говорит слушай я говорит договорилась насчет твоих ламп пойдем поговоришь мы пришли к продавцу а так как уже до закрытия рынка осталось 15 минут то есть фактически уже продавец точно ничего не продала она такая бойкая женщина уговорил продавца отдать их мне за ту цену которую я хотел я не помню эту цену прям вам скажу но помню что я купил их очень дешево но здесь надо заметить вот что значит но во первых обе лампы были без этих стекол значит стеклость отсутствовали в комплекте вот второе значит а вот о видите есть небольшой разница вот в этих насадках небольшая разница и суть в том что вот это вот насадка она родная как бы шла с лампой а вот эта лампа была вообще без насадки но я не буду ее снимать она достаточно плотно насажена она шла без насадки но мы потом поехали еще в один а когда-то в один из дней заехали на по-моему это было на рынке sent one там был такой магазинчик где продавались уже всякие куски части и в том числе новодельские для всяких там ламп керосиновых и прочего ну и там в частности мы купили вот эти новодельные совершенно стеклышки для них и купили вот очень похожи на эту как видите ну очень похожую подставочку для стекла ну и в результате у нас получилось две вполне это сказать приличные керосиновые французские лампы значит но если вы помните у советских керосиновых ламп фитили плоские значит что у керогазов что керосиновых ламп фитили плоские я к сожалению сейчас не знаю где лежат советские керосиновые лампы не могу вам их показать но поверьте что у них фитили плоские а вот у французских ламп фитилей круглые вот они круглые в принципе там и вот на рынке где продают всякие магазины где продают всякие части для старых вещей можно и фитили купить в принципе здесь вот есть текст вот я его сфотографировал не знаю видно тут не видно чего-нибудь и вот я из на одной другой лампе сфотографировал текст ну по большому счету если бы я занимался реставрации я бы взял до очистил бы привел бы их в порядок отдал бы их на продажу но я не занимаюсь продажей не занимаюсь реставрацией поэтому они просто меня вот валяются и периодически я вспоминаю всякие истории связанные с покупкой конечно же я помню далеко не все что когда-либо историю того что когда-либо покупал но вот эти лампы мне запомнились тем что вот подруга моего друга алана сумела договориться о покупке этих ламп значительно ниже той цены за которую продавец хотел их продать вот вся на этом история про эти келосиновые лампы до скорой встречи до свидания всего вам хорошего келосиновые лампы